Огромный привет всем моим зрителям и в этом видео я снимаю какую-то, кажется, третью часть о моих парфюмах. Ссылки на предыдущие части я оставлю под видео. Я хочу показать свои новинки и разделю серию видео о моих новых парфюмах на две части. В первой части будут прям мои любимчики, вкусняшки, такие бобезные. И во второй части то, что я люблю поменьше и использую от случая к случаю. Первая водичка от ГЕС. Выглядит и называется она вот таким образом. Она мне очень сильно напоминает Елисейские поля от Герле. Не в том смысле, что аромат точно такой же, но он абсолютно идентичной направленности. Это тоже букет нежных цветов с легкой горчинкой. Вот прям очень четко я ощущаю вот эту горьковатую нотку и она придает данному аромату некоторую пикантность. То есть он не смотрится из-за вот этого обилия цветов, таким совсем компотным, девичьим, простеньким, а вот с такой своей горькой изюминкой. Но при этом, как ни странно, он еще и сладковатый. В общем, какой-то у него интересный баланс между сладостью, горечью и в целом аромат очень необычный. Следующий аромат от Кэти Перри называется, кажется, пюр. Дизайн флакона вообще потрясный. Такая кошка мордовая. У него еще здесь на груди Кошкина был кулон, но он у меня достаточно быстро отвалился. Я даже не знаю, где его искать. Флакон открывается очень интересно. Кошкина надо открутить голову. Это, конечно, немного нарушает идиллию вот такой вот статуэтки. Но все равно задумка классная. Аромат состоит в основном из двух мононот. Они не единственные, но они основные. Первая нота это кокос. Чувствуется, но он достаточно такой нежный и не ядреный кокос. Это не кокосовый рай, не кокосовое повидло, не кокосовый ад, а в общем-то такой намек на кокос. И вторая нота, которая здесь очень ярко ощущается, это ваниль. Я люблю его носить в холода, потому что он за счет вот такой своей вкусной сладости напоминает, знаете, теплую булочную. Тогда, когда на улице там дожди либо мороз, хочется укутаться и вот посидеть в уютной обстановке. Он его создает где бы вы ни были. Кстати, этот аромат, как и предыдущий, мне прислала Оксана Леди Озб. Если вы хотите посмотреть, что еще она мне дарила, потому что она мне присылала там три посылки по 20 килограмм, ссылки я оставлю внизу. Также оставлю ссылочку на ее канал. Следующий аромат от Веры Венг, ну в общем у меня с транскрипциями жуть как не очень. Я его купила, не знаю, меньше недели назад. У него здесь вот такая типа талия, обрамленная кристаллами. Форма тела женщины-груши с тонкой талией и широкими ведрами. Аромат вообще чистый компотик. Он очень нежно напоминает мне, кстати, Эклата от Ланвин. Этот аромат вот примерно подобной направленности, он такой нежный, обволакивающий. Пахнет абсолютными фруктами. То есть если бы спросили, что здесь, я бы сказала, что здесь фрукты-фрукты, может один какой-то цветочек на фоне. Что мне нравится, обычно такие фруктовые ароматы, они слишком уходят в сладость. То есть у них много сахара, либо пудры. Они вот чересчур тяжелые, знаете, такие вот нафталиново-накрахмальные. Этот нет, он очень такой воздушный, весенний. То есть это фрукты, пчелы жужжащие. В то же время вот такой вот легкий ветерок, который всему этому не дается скатиться в приторную композицию. Следующий аромат от Булгария, это аметист фиолетовая версия. Я взяла такой маленький флакончик, чтобы его добить. Это тоже цветочный аромат, но если предыдущий был, знаете, верхушки цветов, такие молодые цветочки, то это уже какие-то вечерние цветы. Цветы, которые распускаются к ночи, либо цветы, которые ощущаешь тогда, когда там звезды уходят на небо. Вообще такая картина очень вечерняя. Здесь заявлено в пирамиде, как мне помнится, ирис, кажется, или, в общем, кто-то заявлен, я уж не помню. Кто, какой-то фиолетовый цветок, нарцисс, вот, по-моему, нарцисс желтый. Какая разница, блин? В общем, я здесь ощущаю четко какую-то вкусную фиалку с ирисом, чуть-чуть сирень, в общем, куча-куча разных фиолетовых цветов. Знаю, что многие здесь вообще четко чувствуют сирень, у меня такого нет. Но, в целом, аромат, во-первых, нежный, но он не компотит за счет того, что он вот такой вот какой-то низкозвучащий, бархатный, обволакивающий, чуть-чуть томный. Я не слишком вот такой вот ветреный. Понимаю, что перед тобой не какая-то легкомысленная девчонка, а вот девушка, которая начинает уже что-то понимать в этой жизни. И как-то все это очень созвучно с ее ароматом. Следующий аромат у меня Miss Dior Blooming Bouquet. Я взяла вот такую версию из трех ампул. Она называется то ли трейлевол, то ли со сменными блоками, в общем, что-то такое. Ааа, нет! Чуть не упала, фу. Точнее, упала, но чуть не разбилась. В общем, выглядит она как три таких шариковых маленьких фигни, но шарика нет. Здесь есть один спрей на три банки, и у вас одна заканчивается, вы его переселяете на вторую баночку. Аромат вообще просто бомбезный. Тоже из серии такой вот нежной легкомысленности, не знаю, невинности, вот такого подступающего совершеннолетия. Но он совершенно непростой. Это не аромат плоского мыла, когда, знаете, дарят там девочке водичку с единственной какой-то ягодкой, сильно разведенной в составе и такой просыпанной сахаром. Этот аромат очень многоградный. Он очень легкий, но в то же время вот реально он круто переливается. Не знаю, как это еще назвать, но вот в нем 1 грамм всплывает. Потом он как-то чуть-чуть трансформируется. Вот целый букет из ароматов. Он совершенно не мыльный, не дешевый какой-то. Дикая просто обалденная вкусняшка. Для тех, кто любит не обременительные ароматы, не такие вот статусные, не взрослые, именно легкие, вкусные цветы. При этом достаточно дорогостощие цветы, знаете, такие селективные букеты с селективных маленьких цветов, обвязанных красивой атласной ленты. Еще одна версия Miss Dior. Я у Фрэш или в общем что-то такое. Я знаю, что многие его считают просто каким-то совком. И честно говоря, у меня тоже периодически такие ассоциации возникают. Он не простой. Он не тот, который понравится всем. Он не слишком легкий. Он очень интересный и с таким четко прослеживающимся ретро следом. Здесь намешано что-то, знаете, вот из серии французских духов и духов производства Новая Заря вот времен СССР. И все это сдобрено какими-то очень легкими нотами. Но самая вкусняшка у него проступает после того, как вот этот дикий столб амбре испаряется. Там самый слабонервный покидат пространство. Мухи мрут, там кто еще не выдержал, тоже там падает в омороке. Но те, кто остаются, самые стойкие, они получают все конфетки. А конфетки заключаются в том, что аромат раскрывается и показывает вот всю нежность какую-то вкуснячь, у которого есть у него в самом центре композиции. Я уже как-то рассказывала, что у меня он ассоциируется с гранатовым концентрированным соком. То есть, с одной стороны, это просто бешеная концентрация, вы знаете, свежевыжатый гранат. То есть, если его ты попробуешь, у тебя либо сведет скулы, ну то есть, это не то, что можно пить литрами. Но с другой стороны, за счет вот гармонии между кислинкой и сладостью, здесь достигается вообще обалденный такой баланс. С одной стороны, вот его вдыхаешь и просто единственное слово вкусно и насыщенно у меня верится в голове, когда я его ощущаю. Следующий аромат от Forever 21 и называется что-то Love and Beauty Pink Crush. Мне его, кстати, тоже присылала Оксана из Канады, поэтому где его приобрести, я не знаю. Но это аромат детской жвачки Boomer или Donald Duck. Аромат из детства, такая абсолютно жвачная клубника. Он воспринимается совершенно неприторно, очень вкусно, интересно, играючи. И подойдет обалденно под какой-то образ Candy Baby Doll. Что-то очень такая сладенькая, маленькая, глупенькая девочка, которая жует вкусную жвачку. Кстати, еще вспомнила, сейчас есть детский орбит, знаете, с такими пластинками, бородового оттенка. Тоже аромат очень сильно похож. Я его, кстати, очень люблю, и вот он мне очень его напоминает. Для лета он может быть дико приторным, на вас слетятся все пчелы, там, ну, мухи, может, не слетятся, если повезет. Но всякие букахи точно примут вас за свою и начнут там хоботками искать на вас нектар. Вот тогда, когда погода располагает к тому, чтобы закрыться дома и начать рыдать под ливень какой-то, либо падающий снег, согреться с помощью этого аромата, просто милое дело. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать в первой части. Было бы классно, если бы вы написали внизу, какой ваш любимый аромат, особенно если он не фигурировал в рассказах о моей парфюмерии. И, возможно, вам кажется, что он, допустим, мне может понравиться, либо вы его, может, хотите посоветовать или обсудить с другими читателями, точнее зрителями. Не за горами вторая часть, я там расскажу об ароматах, от которых у меня, там, не знаю, нету зашкаливающего пульса и сбившегося дыхания, трясущихся коленок, но которые все равно, как мне кажется, очень интересны. Угромное всем спасибо, жду ваших комментариев, всех целую и всем пока!